МКБ-10К81-1К81 Общие сведения Хронический калькулезный холецистит является очень распространенной патологией, не менее 20% женщин и 10% мужчин репродуктивного возраста страдают данным недугом. Высокая заболеваемость среди женщин связана с большим количеством эстрогенов в их организме, поскольку именно эти гормоны приводят к усилению секреции холестерина в желчных путях и образованию конкрементов. Конкременты в желчевыводящих путях, в том числе и в желчном пузыре, обнаруживаются в 30% всех патологоанатомических секций. Замечено, что с возрастом частота выявления желчных конкрементов, сопровождающихся воспалительным процессом, увеличивается. Именно поэтому данная патология является актуальной проблемой современной гастроэнтерологии. Хронический калькулезный холецистит причины Главный причинный фактор, приводящий к развитию хронического калькулезного холецистита – конкремент, расположенный в желчном пузыре. И обтурирующий пузырный проток. Фактором риска развития хронического калькулезного холецистита относят принадлежность к женскому полу, ожирение. Или резкое похудение, использование гормонального метода контрацепции, прием некоторых медикаментов, беременность. Патогенез-конкремент в просвете желчного пузыря, длительное время может существовать бессимптомно. Рано или поздно наступает момент, когда камень смещается и перекрывает выход из желчного пузыря, что приводит к застойу желчи в нем. Застойные явления вызывают повышенную выработку провоспалительных медиаторов и повреждение слизистой оболочки, которая начинает продуцировать большое количество слизи и воспалительного эксудата. Развивается холецистит. Перерастяжение желчного пузыря эксудатом заканчивается еще более массивной выработкой провоспалительных медиаторов, патологический круг замыкается. Воспалительная инфильтрация стенки желчного пузыря запускает ее рубцовые сморщивания. Которые постепенно приводят к утолщению и кальцинированию пузырной стенки. Воспалительный процесс холецистит поддерживается постоянно с периодами ремиссии и обострений. Длительно текущий хронический калькулезный холецистит предрасполагает к развитию рака желчного пузыря. Осложнение хронический калькулезный холецистит может осложняться такими состояниями, как импиема желчного пузыря, анаэробная инфекция. Пузырно-кишечный свищ формируется в результате образования пролежня в месте нахождения конкремента. Возможны перфорации желчного пузыря панкреатит и сепсис. Диагностика главной целью консультации гастроэнтеролога является как можно более раннее установление диагноза, своевременное выявление осложнений хронического калькулезного холецистита, определение показаний к оперативному лечению. При осмотре и пальпации живота можно выявить ряд симптомов, указывающих на воспалительный процесс в желчном пузыре. Симптом мерфи при надавливании на область правого подреберья пациент задерживает дыхание. Симптом артнера – боль при постукивании. По правой реберной дуге – симптом кера, боль на высоте вдоха при одновременном надавливании в области правого подреберья. Френикус симптом – боль при надавливании между двумя ножками грудинок лучично-сосцевидной мышцы. Лабораторные анализы. Биохимические пробы печени не имеют решающего значения, но на полную обтурацию желчных протоков конкрементом может указывать повышение уровней общего белирубина, щаев, алт и аэст. УЗИ печени и желчного пузыря. Является весьма специфичным и чувствительным методом диагностики хронического калькулезного холецистита. Наиболее информативно данное исследование, если оно проводится после 8 часов голодания. Рентгенография ОБП. На обзорной рентгенографии органов брюшной полости желчные конкременты визуализируются лишь у каждого десятого пациента. На анаэробную итеологию холецистита указывает газ в просвете либо в толще стенки желчного пузыря. Также на рентгенограммой может быть видна частичная либо тотальная кальцификация стенок желчного пузыря. Томография. При проведении МРТ и КТ желчевыводящих путей в пользу хронического калькулезного холецистита свидетельствует утолщение пузырной стенки. Наличие жидкости в околопузырной клетчатке, отторжение слизистой оболочки, газ в просвете либо толще стенки пузыря. Холециститография. Обладает практически 100% чувствительностью при постановке диагноза хронического калькулезного холецистита. Для улучшения наполнения желчного пузыря перед исследованием назначается морфин, благодаря введению этого препарата замедляется выход желчи через сфинктерадзи в 12-перстную кишку. РХПГ. Консультация врача-эндоскописта и ретроградная холонгиопанкреатография назначается тем пациентам, у которых подозревается наличие конкрементов в общем желчном протоке. РХПГ является не только диагностической, но и лечебной процедурой, во время которой конкременты можно удалить. Следует помнить о риске развития панкреатита после РХПГ около 5% пациентов. Лечение хронического калькулезного холецистита. Пациенты с хроническим калькулезным холециститом в стадии обострения, а также с тяжелым течением заболевания требуют госпитализации. В отделении гастроэнтерологии. Остальные могут получать лечение амбулаторно. Терапия длительная, вне периода обострения обычно консервативная. Основные направления лечения – эрадикация инфекции, устранение болевого синдрома, улучшение оттока желчи. Терапия хронического калькулезного холецистита во многом совпадает с лечением желчнокаменной болезни. Консервативная терапия – консервативное лечение включает в себя диетотерапию, назначение антибактериальных и обезболивающих препаратов, спазмолитиков. При обострении хронического калькулезного холецистита в первые двое суток требуется соблюдение водной паузы, затем назначается диета. Номер 5 А с постепенным переходом на стол Номер 5 Антибактериальные препараты, назначаемые при хроническом калькулезном холецистите, включают защищенные пенициллины, аминогликозиды, цифалоспорины третьего поколения, линкозамиды, карбопенимы. Назначая анальгетики, следует помнить о том, что морфин нарушает отток желчи через сфинктерадзи. Из наркотических анальгетиков предпочтение отдают промедолу, из ненаркотических парацитам у анальгену. В качестве спазмолитика обычно используют папавирин. Во время ремиссии пациентам рекомендуется санаторно-курортное лечение. Хирургическое лечение учитывает тот факт, что основным причинным фактором формирования хронического калькулезного холецистита выступают конкременты в желчевыводящих путях. Для полного излечения от этого заболевания требуется удаление камней. Золотым стандартом в этой области считается лапароскопическая холецистоктомия, однако широко используется и открытая холецистоктомия. Холецистоктомия из мини-доступа применяется намного реже.